Здравствуйте, друзья! Меня зовут Алексей Душка. Сегодня моим гостем является Олег Владимирович Жданов. Это военный эксперт, полковник в запасе. Олег Владимирович, та возня, извините, что я так называю этим словом, та возня, да, та, что сейчас происходит на границе Белоруссии и Украины, это реальная подготовка белорусских военных к чему-то? Или это какой-то цирк? И то, и другое, к сожалению. Мы должны констатировать этот факт, потому что, с одной стороны, они выполняют все-таки мероприятия подготовки к войне, а именно снимают технику с долгосрочного хранения, а именно отмобилизовывают военнообязанных, то есть разворачивают армию. Но, с одной стороны. А с другой стороны, в принципе, это продолжение того же самого спектакля, который проводит Лукашенко для Путина, для одного зрителя. В том смысле, что я готовлюсь к войне. Но пока я еще не готов. Почему? Потому что здесь, смотрите, учение по мобилизации, по призыву военнообязанных до 8 июля. Потом они придут, надо сформировать подразделения, надо их вооружить техникой, потом пойдет процесс обучения. То есть это займет как минимум два месяца, а то может быть и больше. И, соответственно, пока не закончится мероприятие подготовки, развернутой части, то есть отмобилизованной части вооруженных сил Белоруссии, говорить о том, что они готовы вступить или начать боевые действия, ну, это было бы не совсем логично. Если они готовятся, то есть все происходит точно так же, как делали россияне вот в феврале, только гораздо в меньших масштабах. Правильно я понимаю? Да, абсолютно правильно. Мероприятия все те же самые и они настоящие. Почему мы и говорим, что нельзя сбрасывать со счетов и вероятность надо поставить примерно 50 на 50. Войдут не войдут. То есть Лукашенко ждет какого-то момента, возможно, это какой-то битвы за Донбасс, которая сейчас происходит, да, в которой должны победить украинские военные, или чего он ждет? Нет, Лукашенко играет в игру, кто первым сдохнет, Ишак или Эмир. Ну, Ишак, это же вы про господина Путина, правильно? Ну, примерно да, конечно. Если Путин возьмет, к примеру, с севера Донецк, чего бы очень не хотелось, будет промежуточная победа какая-то, да, ну, то есть объявят это все в России, даст ли этот толчок Лукашенко все-таки делать какие-то действия на территории Украины? Думаю, что нет. Почему? Потому что это будет, да, Россия раздует из мухи слона в плане того, что если они возьмут Донецк, если мы его оставим. Но, понимаете, это Лукашенко-то понимает, что это муха, которую раздули до размера слонов. Лукашенко может твердо увериться в успехе и вступить в войну, когда будет понимать, что вот-вот лабровый венок победителя уже практически завис над головой Путина. А такой ситуации в этой войне уже быть не может. Поэтому он будет стараться петлять до последнего момента, пока, ну, допустим, пока его жизни не будет угрожать опасности. Я думаю, именно такой аргумент для Лукашенко будет весомым, чтобы отдать приказ на вторжение в Украину. То есть Путин может заставить тем, что пригрозит, что Лукашенко убьют? Да, он может пригрозить ему свержение, отстранение от власти. Может быть, что-то вроде там дворцового переворота внутреннего. Вполне возможно. У Лукашенко, кстати, двойственная позиция на сегодня. Он завис между, я бы сказал так, молотом и наковальней. С одной стороны, Путин может попытаться устранить его от власти, имея, допустим, достаточное количество лояльных к себе чиновников, которые сформируют какое-то временное правительство и отдадут приказ на вторжение, на выдвижение войск и вторжение в Украину. А с другой стороны, если он отдаст этот приказ, то он может получить социальный взрыв. И в этом случае, несмотря на то, что армия в 20-м году выполняла карательную функцию на стороне силовиков, и в этом случае армия может примкнуть к народу, если те, а в народе настроения, антивоенные настроения, и в армии антивоенные настроения, они растут с каждым днем. А плюс, если он еще развернет мобилизованных 35 тысяч, это фактически будет ровно половина армии, которая призвана из белорусского общества, которая в большей степени против войны. Понимаете? Поэтому у него очень, я бы сказал, незавидное положение в плане Цунцванг. Каждый следующий шаг заведомо неправильный. Как его любят Лукашенко, получается, сейчас, как любят его комики изображать, что чык-чырык на горячей сковородке, да? Да, вот примерно так же, да. Абсолютно правильно. А скажите мне, пожалуйста, а реально есть люди, которые готовы, и большинство ли их, которые готовы примкнуть к Путину и свергнуть Лукашенко? Насколько это в процентном соотношении реально? Я думаю, что их очень мало. Очень трудно сказать даже в процентном соотношении. Но я думаю, что их очень мало. А сейчас их еще уменьшится. Дело в том, что вот эта фраза, которая уже стала анекдотом Лукашенко, что я периодически, как он сказал, перетрахиваю свой кабинет, и министр, вы имелось в виду, и там парламент. Так вот, сейчас началась очередная чистка. Комитет госбезопасности Белоруссии чистит ряды высшего эшелона власти Белоруссии на предмет коллаборантов, на предмет лояльных к Российской Федерации. Кстати, в армии они начали убирать лояльных к России офицеров, отодвигать их от личного состава и от управленческих должностей. Он, кстати, за счет этого и делал. Он намного хитрее, намного опытнее политик, чем Путин. Путин по сравнению с ним мальчишка. Лукашенко 20 лет водит Путина за нас в союзном государстве. 20 лет. И мы уже сбились с вами со счета, сколько подписано программы документов о создании союзного государства. И так оно и не появилось. И ничего Путин не может с ним сделать. Потому что Лукашенко не подпускает российскую агентуру, не дает ей там развить серьезную агентурную сеть россиянам, российским спецслужбам. Это раз. И второе, Лукашенко ставит все время себя в такое положение, что если меня уберут, то в стране начнется хаос. И еще неизвестно, кто первым добежит до Минска. Российские спецслужбы или западные демократы. И вот это, на мой взгляд, Путина останавливает. Хотя он постоянно пытается подготовить почву к тому, чтобы шантажировать Лукашенко отстранением их власти. Если Беларусь нападает, какое развитие событий? Куда они будут продвигаться? Что они будут делать? Это опять Буча, киевское направление? Или это все-таки Волынь, перерезать поставки оружия? Какая задача будет стоять у этой армии? Ну, у нее будет стоять две задачи, на мой взгляд. Первая – это просто открыть второй фронт и оттянуть на себя значительную часть сил армии Украины. Вот это первое. И второе – они будут, если они и будут наступать, то только Волынь, Ровеншин, Волынская, Ровенская, Львовская, Тернопольская. Вот эти четыре области, на мой взгляд, наиболее вероятное направление, куда они будут выдвигаться. Именно с целью отрезать нас от поставок западного вооружения. Вот это и одна, и вторая задача, на мой взгляд, она поставлена Кремлем. И для Кремля она имеет у архи важное значение. Архи. Срыв поставок, понятно, ослабит наши вооруженные силы, а война на два фронта, ну, еще ни один полководец не выигрывал войну на два фронта. А вот эта вот белорусская армия, которая сейчас готовится, ну, готовится, да, к чему-то, она вообще умеет воевать, выполнять военные задачи? Какие-то другие, может, у нее задачи стояли? Может быть, это армия только для того, чтобы запугивать мирное белорусское население? Или все же, или все же они могут прийти и сделать беду в соседней стране? Ну, я бы, чтобы не дооценить противника, я бы сказал так, что они все-таки представляют военную угрозу. У них есть несколько недостатков, существенных. Первый, у них нет боевого опыта, причем на всех уровнях, на всех. Они даже не успели, хоть Путин и сильно тянул Белоруссию, но они даже не успели отправить контингент в Сирию. Поэтому у них нет. У них часть военнослужащих в качестве найма пошли воевать, и сегодня воюют в составе вооруженных сил России. Мы знаем, что на Запорожском направлении там от полутора до двух тысяч белорусов воюют под чужим флагом в составе вооруженных сил Российской Федерации. Но они вряд ли вернутся в состав белорусской армии для того, чтобы ее усилить. Поэтому, с одной стороны, с другой стороны, у них довольно неплохая техника. Культура производства и качество производства в Белоруссии намного лучше. В Белоруссии, например, коррупция на уровне гражданина и на среднем уровне, она нулевая. Там не воруют. Там, если были выделены деньги на вооружение, они были... Знаете, что у нас с белорусами есть совместные военные проекты? Противотанковый комплекс «Скиф» это наша стугна с белорусской электроникой. И это экспортный вариант. Арабская республика купила более 300 комплексов «Скиф» и поставила их на свои бронемашины. Так что Белоруссия в плане вооружения занималась своей армией. Она у них, будем так говорить, красивая, причесанная, хорошо вооруженная, но не имеющая боевого опыта. Вот так я бы сказал. Я вам скажу, что качество техники, находящейся на хранении в Белоруссии, на порядок выше, чем качество техники, находящейся на хранении в России. И Беларусь сейчас реально снимает эту технику с хранения, и у них нет проблем с ее постановкой в строй. Вот еще можно отметить. Да, ее там мало, потому что в Белоруссии запасов они тоже продавали вооружение. За этот счет они в том числе наполняли свой бюджет. Но у них, еще раз повторюсь, культура производства и уровень коррупции на уровне гражданина на порядок выше, чем в России. Вот смотрите, вы меня сейчас пугаете, реально пугаете, я не особо там пугливый человек, но пугаете тем, что у Белоруссии реально есть хорошее оружие, которое где-то даже посильнее, чем российское. А теперь успокойте меня, пожалуйста. Офицеры белорусские, которые не имеют боевого опыта, они захотят воевать? Думаю, что нет. Вот в этом как бы есть наша уверенность в том, что белорусский руководитель самопровозглашенный будет петлять и уходить от приказа на вторжение. Почему? Потому что в Белоруссии армия в основном народная, она в основном призывная. Там процент контрактников довольно низкий. А призывная армия, она все-таки очень хорошо коррелируется с обществом. И если в обществе антивоенные настроения, то и в армии тоже антивоенные настроения. Кстати, Россия, понимая вот эту опасность и вот это нежелание белорусов участвовать в войне, они даже пытались в первый месяц войны они пытались назначать на командной должности российских офицеров в белорусские части. Но это не пошло. А сейчас Лукашенко их всех вычищает оттуда. Поэтому настроения там не боевые. Они прекрасно понимают, что это не наша война. И еще один такой нюанс отмечу, что Россия же там тоже нагадила очень сильно. Особенно в январе месяце, когда вся российская орда стояла на территории Белоруссии. Они же там тоже они вначале ходили продавали солярку. Там даже можно было при каких-то особых условиях даже можно было купить автоматы патронов у российских бурятов, которые там мерзли в белорусских лесах в ожидании приказа на вторжение в Украину. Они продавали, меняли топливо на еду, на водку. Потом они пошли грабить, как обычно, насиловать, убивать. Так что там белорусская полиция довольно часто арестовывала российских солдат, и были большие разборки. Было очень много ДТП, потому что они в колонах по дорогам носились. И плюс они использовали белорусскую армию в качестве своей обслуги. Они даже в этом проявили свое превосходство. Они заставляли белорусских солдат носить раненых, перегружать тела убитых. Это все выполняли белорусские солдаты. Отмывать технику, которая приходила с поля боя, отмывать технику от остатков человеческих, от крови. Это все делали белорусы. Россияне типа, это не царское это дело. Поэтому Белоруссия очень хорошо знает, что... А, и они еще создали огромные проблемы в социуме. Дело в том, что когда пошел поток раненых из Украины российских солдат, то белорусские граждане даже была проблема с обращением в медицинские учреждения. Белорусам не принимали, потому что все было завалено ранеными российскими солдатами. И их же опять же таскали на себе белорусские военные и лечили их белорусские врачи. Поэтому там на Белоруссию... Вот я, кстати, общаюсь с некоторыми и у меня там подписчики мне пишут из Белоруссии. Они уже не считают себя одним народом. Там уже настроение в обществе какое один? Не, мы уже не один народ. И белорусы так смотрят с надеждой в нашу сторону в плане дрейфа ближе к западному миру, а не к восточно-ордынскому. образу жизни. Они уже прекрасно на себе прочувствовали вот за последние месяцы, что такое Российская Федерация и как она может выглядеть изнутри. Ну надеемся, что ваши подписчики будут составлять 99% всех белорусов и тогда там Чехчиреку останется недолго. Значит, давайте подведем такой небольшой итог этой части разговора. В Белоруссии оружие есть, оружие хорошее, Беларусь готовится нападать, но не все в армии Белоруссии готовы напасть. Да, абсолютно правильно. Включая верховного главнокомандующего Белоруссии. То есть, пока ему не будет угрожать смерть? Да. Пока ему не будет угрожать отстранение от власти или физическая расправа, до тех пор он не будет, он, на мой взгляд, не отдаст такой приказ. И теперь перейдем к следующему этапу наших вопросов. Это все-таки итоги Рамштайна 3. Резников заявил, что оружие будет, что поставок будет больше, насколько я его понял, и о том, что есть какой-то конкретный список, что вот этого приедет столько-то, это приедет столько-то. Можно конкретнее об этом? Что имел в виду Резников? Потому что я человек не военный, не совсем это понимаю. Ну, смотрите, я даже не сомневался, что этот список существует. Я думаю, что этот список был согласован, окончательно согласован во время визита Лойда Остина и Блинкина в Киев. Вот это был уже такой финальный финал апофеоз. Не может не существовать плана передачи оружия. Скорее всего, он согласован и он лежит и в Пентагоне, и в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. И этот план может коррелироваться только в сторону увеличения, судя по заявлениям того же самого Лойда Остина и судя по заявлениям того же самого генерала Милли, главы комитета начальника штаба. Мы его с вами не узнаем. Ну, разве что постфактум, вот как мы сейчас узнали, и, кстати, Рамштайн 3, это было, я бы сказал, такое приятное удивление и открытие в ходе Рамштайна 3, когда генерал Милли огласил весь список переданного, точнее, не весь, а список переданного нам основных видов вооружения. И там, когда мы услышали, что эти образцы переданы нам исчисляются сотнями единиц, стало понятно, что оружие идет. Когда пан Резников говорит нам о том, что поставки оружия будут увеличены, я понимаю так, что это еще может добавить к той сотне, которая будет идти, может еще добавиться пару десятков. Ну, вот в таких бы порядках я это рассуждал. Вот вы говорите о сотнях поставленного оружия. Сотни поставленного оружия, насколько они закрывают сейчас потребность для того, чтобы сдержать врага и в последующем наступать? Ну, давайте на примере Северодонецка. Вспомните, две недели назад ситуация была крайне критическая, крайне, и мы говорили об окружении, о вероятности окружения наших войск. Сотня гаубиц решила вопрос стабилизации. Да, состояние крайне тяжелое вокруг Северодонецка, но на сегодняшний день мы держим паритет, и противник не имеет успеха практически ни на одном направлении вокруг Северодонецка. Вот вам, что делает сотня гаубиц западного образца с необходимым количеством снарядов и с теми средствами разведки и корректировки огня, которые идут в комплекте этих гаубиц. Вот примеры вы говорите на Северодонецке. А можно спрогнозировать, что в ближайшее время будет в Северодонецке? Отдадим мы город, не отдадим? Нужен ли он нам стратегически, не нужен? Там стратегически нет, он не нужен. и он находится с точки зрения военной, он находится в худшем положении, географическом положении, чем допустим Лисичанск. Но политически он очень важен. Политически нам очень важно его удержать. Почему? Потому что не дать возможность России сделать на этом свой политический пиар. Раструбить, что они столицу, даже ту столицу, которую мы назначили вместо Луганска, они все равно взяли. Но я скажу, что это будет некритично, если мы все-таки его оставим, потому что там в ближайшую неделю, я вам скажу, что там будет самая горячая точка, и Россия там бросает в бой вообще все, что может. Там будет бросать в бой до последнего солдата, до последнего танка на этом направлении. И с колес вот то, что приходит на восполнение потерь, бросает в бой. И они будут стремиться выйти на границу Луганской области. Почему? Потому что вот даже вчерашняя речь Путина на вот этом форуме в Санкт-Петербургском, она была ни о чем. И он вынужден, вынужден был вместо праздничного пафоса и там с гордо расправленной грудью сказать, что мы освободили, как они считают, Луганскую область. Он вынужден был в своей речи обходить острые углы и говорить, военная операция идет по плану, мы скоро планируем ее закончить. И он вообще не сказал ничего конкретного про военную операцию. Нет победы. Нечего продать обществу, а общество начинает, чем дальше, тем больше общество начинает задавать вопросы, а вообще, а что мы там делаем, а какие цели этой операции и какой ценой мы их достигаем. Вот самый главный вопрос, какой ценой мы их достигаем. Поэтому там будут самые ожесточенные бои, вот за эти 5% Луганской области и за эти два города, северо-Донецка или сейчас, в ближайшую неделю, я думаю, будут ожесточеннейшие бои. И это может стать переломом, если мы город отстоим, это может быть стать переломом, да, или нет? В принципе, да, это можно будет считать окончанием битвы за Донбасс. Если мы выстоим, и они уже начинают выдыхаться, я говорю, что оперативных резервов готовых для введения в бой нету, и если мы выстоим, да, это можно будет считать окончанием битвы за Донбасс и фактически достижением паритета в том плане, что Россия не может уже наступать, они уже не смогут наступать, а мы еще не сможем наступать. Еще не сможем, потому что 5 тысяч немецких кассок до сих пор к нам едут, да? Да, вы абсолютно правы, потому что темпы поставок вооружения не такие быстрые, как нам бы хотелось. Ну вот Шольц заявил же на встрече, когда он приезжал в Киев, что оружие будет вовремя. Что такое вовремя? Можете нам объяснить? Ну, если по меркам Шольца, то вовремя это к концу года. Ну, например, комплексы ПВО Ирис, довольно хорошие, кстати, комплексы, но мы получим не раньше, чем в конце текущего года. Почему? Потому что Шольц переиграл поставку и вместо готовых комплексов из состава, из запасов Бундесвера, он сказал, что мы дадим новые, которые произведет завод. Завод их может произвести только к концу года. Причем всего лишь навсего два комплекса. Вот вам, что такое по-немецки поставка вовремя. Плюс, вы же смотрите, старая Европа динамит нас по полной программе. Даже не постесняясь этого слова, они динамят и поставляют там по чайной ложке в день. Макрон откупается одной артиллерийской батареей. Ну, еще одну батарею Цезарей. Хотя французская армия не самая последняя на континенте и могла бы дать. И запасы у нее достаточны. Они же еще и вооружают свой иностранный легион, так что они всегда держат довольно большой запас. Плюс, военно-промышленный комплекс Франции довольно хороший. У них хорошего по качеству вооружения. Оно очень дорогое. Они себя очень как бы ценят высоко, но оно хорошее. Но он не спешит. Шесть Цезарей? Ну, вот вы еще шесть возьмите и отстаньте от меня. Вот по такому принципу. Шольц говорит, поставим вовремя. Но мы понимаем, что это будет осень и конец года, не раньше. При этом Шольц не говорит, что те 100 леопардов, которые готовы передать сегодня немецкая промышленность, леопард один, они готовы к отправке. И можно было бы в течение недели их доставить в Украину. Но он об этом вообще молчит. Про гепарды там сказали, ну, вроде как к первому июля первая половина партия гепардов придет, а вторая опять же к осени. Италия тоже старается отделываться малой кровью. И только страны Восточной Европы, Европа раскалывается, очень сильно раскалывается, ее разрывает уже, практически разрывает напополам. И только страны Восточной Европы, которые понимают, что такое советская оккупация, вот они стараются изо всех сил. То есть не стоит верить или преувеличивать визит, который случился вот недавно этого триода в Киев, он не касается поставок вооружения и все дальше будет вяленько. С их стороны да, они будут продолжать, это практически внутренний саботаж, но вы знаете, вот я вам скажу, что вот этот визит в Киев, это было очень показательно, это визит двух новых мировых систем. Визит этой троицы, это старая мировая система с Россией, а визит Бориса Джонсона на следующий день. И, кстати, эта троица, она приезжала со своей святой мечтой уговорить Украину сесть за стол переговоров. The Welt так и написал на следующий день, что основная тема была, что мы должны возобновить переговоры с Российской Федерацией. То есть вот два новых мироустройства с Россией и без России. То есть их мир, где Украина победила, их пугает больше, чем мир, где Россия сохранила лицо и осталась на мировой арене. А почему так пугает их? Ну, потому что они боятся, что, ну, во-первых, они очень сильно зависят от России, особенно энергетически, это раз. Второе, ну, вы знаете, я уже после таких публикаций, как как немецкий Билд, когда они напрямую обвинили Шольца и Меркель в отмывании российских денег, то я бы уже сказал, что, может быть, можно предположить, что они зависят от России и в плане коррумпированности. Может быть, у России есть какой-то компромат, потому что они упорно отстаивают вот эту пророссийскую позицию. Вот. И для них все... Они понимают Путина, они думают, что они с ним договорятся опять, что Путин включит северный поток, они получат дешевый газ, дешевую нефть, и все будет хорошо. Они будут возить Путина откаты, он им будет давать какие-то свои там... И он их будет покупать, допустим, черным налом своим, и все будет хорошо. Мешает только Украина со своими амбициями стать независимой и суверенным государством. А вот новый мир, где Украина окажется... В результате нашей победы мы будем самым сильным государством в военном плане на европейском континенте. Естественно, сильные всегда имеют свойства и имеют право выдвигать собственные требования. И кому сегодня нужны требования Украины, я имею в виду в старой Европе? Да никому. Они этого боятся, они там и не понимают, они не знают, что мы скажем. А союз Украины, Польши, вот этот союз Тримория, который протягивает Лондон, их вообще пугает, их вводит в шок и в ступор. Почему? Потому что если мы подписываем союз Тримория, представьте себе картину, что мы с Польшей и с Великобританией вводим единые таможенные правила и берем по одному евро за каждую тонну груза, перемещенную по нашей территории, из Европы в Азию, из Азии в Европу, или из Варягов в Греки. Вы представите, какую мы поставим им таможенный забор и какую прибыль мы будем получать только на транзите. А что Украина, когда победит, может сделать для того, чтобы стать действительно, вот вернуть прямо себя к такому статусу, как это было во времена киевской руши? К жизненно-мировой политической арене. Да, к жизненно-мировой политической арене. Вот первое, мы можем установить, как вы говорите, такой союз, да, Триморье. Еще 20 пунктов может быть. Смотрите, скажу так, первое, что нам надо сделать, нам надо будет найти систему коллективной безопасности. Мы одни не вытянем. НАТО сразу отметается. Почему? Потому что НАТО будет нас держать на коротком поводке, но никогда не возьмет свои ряды, потому что за союзника надо воевать. А НАТО нужна страна, которая может сдерживать милитарную машину России. Поэтому нам надо искать. И вот этот союз Триморья, военно-политический союз, может нам стать именно в плане новой системы коллективной безопасности. Плюс региональные союзы, на мой взгляд, это будущее, которое придет на смену глобальным союзам, таким как НАТО, таким как Европейский союз, таким как Организация Объединенных Наций. Поэтому первое, это система коллективной безопасности, второе, это развитие промышленности и формирование собственной внешней политики, но уже в рамках нового союза, и третье, это не упустить, не прощелкать, я бы так, наверное, сказал, собственную экономику, чтобы не получилось так, что придут инвесторы, и мы потом окажемся чем-то протекторатом, а не собственниками своей страны. Ну, будем надеяться, что война быстренько закончится, насколько это возможно, нашей победой, понятное дело, и что мы, вот как вы сказали, не прощелкаем вот эту вот возможность, а все мы поняли, что имеется в виду в слове не прощелкать, да? Большое спасибо вам за интервью, ждем победы, ждем, когда Украина станет новым игроком в мировой политике и экономике. Большое вам спасибо.